Позвоночный столб – одна из самых важных частей тела. Он не только защищает спиной мозг, но и поддерживает форму тела, а также позволяет человеку стоять прямо и плавно наклоняться. У позвоночного столба есть естественно S-образные искривления, заметные при взгляде сбоку. Обычно сзади позвоночный столб выглядит прямым, а поперечное S-образное искривление может быть признаком сколиоза. Сколиоз развивается по нескольким причинам. В подростковом возрасте он может быть следствием быстрого полового созревания. У взрослых его причины варьируют от врожденных пороков развития, паралича или болезней мышц до дегенерации костной ткани. Симптомы сколиоза зависят от его тяжести, которую можно точно уценить по углу отклонения от нормальной кривизны. В легких случаях искривление не достигает 40 градусов, а симптомы сводятся к внешней деформации, при которой одно надплечье или бедро находится выше другого. В тяжелых случаях при искривлении более 40 градусов проявление сколиоза включает боль, мышечную слабость, а не менее трудности при ходьбе и проблемы с пищеварением. В самых тяжелых случаях при искривлении более 60 градусов деформация может распространяться на грудную клетку и вызывать нарушения работы сердца и легких. Существует множество видов лечения сколиоза в зависимости от его тяжести. В легких случаях используют позвоночные корсеты, специальные обувь и стеллики, лечебную физкультуру. Могут быть полезны плавание, упражнения на растяжку и дыхательная гимнастика. К операции прибегают только в тяжких случаях, при изнуряющих болях или тяжелой внешней деформации, а также когда существует угроза правильной работе сердца и легких. Во время операции устанавливают металлические винты, пластины или штифты, которые выпрямляют позвоночный столб. Операция может сопровождаться рядом осложнений, которые следует заранее обсудить с врачом. Редактор субтитров А.Семкин